С вами Маки Чародей, Антон Чалей. Сразу хочу предупредить тех, у кого будет бомбить пукан от моего видео. Я отношусь ко всем популярным ютуберам с большим уважением. Фрост, Ивангай и другие, потому что они прошли очень большой путь. Но после создания рубрики «Эпичные комментарии» я пересмотрел очень много мнений других людей. И в комментариях под видеороликами известных блогеров многие пишут «Как у таких дебилов так много просмотров?» Почему серьезное видео, которое несет образовательный характер, имеет так мало просмотров? Кривляние в кадре — это так модно! Вот я бы на их месте нес науку в общество. Да, такие комментарии тоже бывают, даже похлеще. Понимаете, ютуб такая система, что дает просмотр тем роликам, которые больше всего нравятся людям. А значит, научные видео, которые несут образовательный характер, вообще никому не нужны. Ребята, это не ютуб такое, это просто сами люди больше любят развлечения, чем самообразование. Вот представьте, вместо «Зис хорошо» и «100500» был обзор каких-нибудь картин. То есть, если Ивангай снимал не игры, а обучение по монтажу роликов, которые, кстати, хорошо у него получаются, то максимум его просмотра было 30 тысяч. Вы скажете, этих же блогеров смотрят дети и школьники. Но это неправда. У жанра летсплей обычно 30-40% люди старше 18 лет. Это можно проследить в отчетах ютуб-аналитике, также можно посмотреть комментарии под роликами. Но не суть, давайте разберем какой-нибудь канал под взрослую аудиторию, например, Дневник Хача. Все вокруг кричат, «Это деградация общества, это пародия на Дом 2!» А вы знаете, что Амиран раньше выпускал образовательный контент до старта его главного проекта? Вот это поворот! И у него за большой период времени было очень мало просмотров и подписчиков. Вот такие дела. Если вы взрослый, вы, наверное, тоже думаете, что все летсплееры глупые, они просто играют в игры. Вы дико заблуждаетесь. Вы вот представьте, что вам нужно сесть за компьютер, найти какие-то зачастую глупые уроки в интернете, учиться монтажу, это Adobe Premiere, это Sony Vegas, учиться создаванию превью, это Photoshop, допустим, обработке голоса, записи хорошего звука, да, выбрать какой-то микрофон, нужно знать освещение для съемки, как его выставить, потому что очень многого значения видеосъемки придается свет. Вот представьте, когда делают, снимают какой-то фильм, даже есть специальная должность, световик, который освещает все на площадке и выставляет определенным образом свет, чтобы создать какой-то контраст. Представьте, летсплеер, это все в одном, это человек мини-студия. Но все это скрыто, вы видите только готовую картинку. Я не говорю, что развлекательный контент это плохо, это очень даже хорошо. Просто меня бомбит от тех, кто откровенно оскорбляет многих известных блогеров, а сами совсем не разбираются в человеческой психологии и внутренних алгоритмах и механизмах YouTube. Вот такой серьезный вышел сегодня Magic Lock. Пишите свое мнение в комментариях. Внимание, внимание! Много взрывов и котят для привлечения внимания. Теперь к сути. YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку сообщать мне обо всех новостях этого канала. Сделал четко. Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты суперкрутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья вконтакте. Ссылка внизу. Всем пока!